здравствуйте дорогие ученики сегодня с вами будем разбирать похожие вопросы по олимпиаде айконат по предмету химии первый вопрос где у нас сказано то что ниже показаны частицы молекул в твердых жидких и газовых веществах определите верные рассуждения по схеме давайте внимательно рассмотрим схему где у нас даны разные агрегатное состояние одного и того же допустим одной и той же молекулы да это у нас в основном вода все мы знаем да молекулы воды h2o который показан в твердом виде как лед в жидком виде как вода и в газовом виде это у нас пары теперь также даны у нас именно крупные частицы точнее мельчайшие частицы которые смотрим через микроскоп да и видим то что твердые твердые вещества имеют плотную такую стенку да то есть они вот эти все молекулы расположены очень плотно друг другу жидкие то есть меняя состояние оказывается вот эти молекулы немножко что делает отдаляется друг от друга а в газовом виде мы видим то что молеку они вообще разлетелись по разным сторонам теперь переходим дальше мы мы должны определить верное рассуждение про данную схему во первых во всех агрегатных состояниях есть свободные места между молекулами давайте вспомним схему где мы видим да то что в газовом да есть свободное то есть пространство жидком тоже но она но пространство очень маленькая а в твердых как я говорила до этого все молекулы расположены очень плотно в друг другу значит в первом рассуждении то есть то есть не не все состояние соответствует правде значит твердые вещества они не имеют свободного между места между молекулами второе при изменении фазы веществ меняется и расстояние между частицами в принципе можно увидеть по схему очень конкретно да где твердые вещества превращаясь в жидкое состояние меняет свою что то есть расстояние между молекулами также и в газовом состоянии то есть сравнивая жидким тут пространство больше. Значит, второе рассуждение у нас верное. Жидкие и газообразные вещества не имеют определенную форму. Это у нас понятно. Почему? Потому что жидкая она растекается и она имеет форму именно вот этого стакана. Если, допустим, жидкость влить в другой стакан, который имеет, допустим, кругодонную форму, то он примет форму второго стакана. Также и газы. То есть мы знаем все шарики, которым можно менять форму, и газ будет тоже меняться по форме этого шарика. Значит, третье утверждение также у нас является верным. Правильным ответом из А, Б, С, Д, Е относится к второму и третьему, которые соответствуют варианту С. Следующий вопрос, второй, где сказано то, что у нас в таблице Менделеева можно провести диагональ вдоль, то есть диагональ, допустим, представим то, что у нас есть таблица Менделеева, где у нас есть атом бериллия и атом остата. Проводим диагональ через них и понимаем то, что элементы, которые расположены слева, относятся к металлам, а те, которые расположены справа, относятся к неметаллам. То есть снизу это металлы, сверху это у нас неметаллы. И также у нас дана таблица, где есть 12 элементов из таблицы Менделеева. И спрашивают, сравнить количество металлов и неметаллов из таблицы. Значит, мы должны, опираясь на таблицу Менделеева, определить, какие элементы относятся к металлам. Например, золото это металл, медь также металл, железо тоже металл, и платина, и ртуть, и алюминий, и цинк, и натрий все относятся к металлам. Они все расположены под диагональю. Если посчитать количество металлов, оно равняется 8. Дальше, те, которые остались необведенными, это у нас относится к неметаллам, то есть углерод, бор, водород, хлор. Их всего лишь 4. Это означает то, что металлов больше, чем неметаллов, которые соответствуют ответу С. Следующий вопрос. У нас дана таблица, в которой есть некоторые величины. Вот, например, давайте прочитаем вопрос. Сравните между собой значения N1, N2, N3. Все величины измерены при нормальных условиях. То есть у нас есть соединение, и даны некоторые величины. Например, объем. Литр. Дальше, количество молекул, это у нас N в химии, и 355 грамм, это у нас масса этого вещества. Теперь спрашивают найти количество вещества. Количество вещества, это такое измерение, которое используется в химии только. То есть молекулы превращают в количество вещества. Есть несколько формул, точнее 3, по которым мы можем определить вот эту ню, то есть моль по-другому. Моль у нас равняется масса, деленная на молекулярную массу. Молекулярная масса рассчитывается по формуле. Дальше, объем, деленный на 22,4, то есть это у нас постоянное число при нормальных условиях, которые как раз-таки нам даны. И последнее, это у нас количество атомов молекул, деленное на число авогадра. Авогадра число тоже у нас постоянное. Чтобы определить количество вещества, достаточно воспользоваться формулой. Определяем с первого объем. 44,8 литра делим на 22,4 литра также при нормальных условиях. И получаем то, что количество вещества равняется 2. Следующее, количество молекул. Когда у нас дается количество молекул или количество атомов, мы определяем по третьей формуле, где мы молекулы делим на число авогадра, которое равняется 6,02 умноженное на 10 в 23 степени. Десятки сокращаются. Когда мы сокращаем девятку и шестерку, остается 2 и 3, что нам дает 1,5 молей второго вещества аммиака. И последнее, где у нас дана масса, мы должны рассчитать молекулярную массу вещества. В данный момент пользуемся таблицей Менделеева, где у нас даны все атомные массы элементов. Например, фосфор имеет атомную массу 31, умножаем на 2, это будет 62. И плюс, есть кислород, кислород 16, 16 умножаем на пятерку индекс и получаем 80. В итоге получаем 142 в сумме. 355 делим на 142 и получаем количество вещества, равное 2,5. Теперь сравниваем все количество. Допустим, видим то, что у нас N3 имеет самое большое количество вещества. Дальше, N3 больше первого N, точнее N1, и N1 больше N2. Выбираем ответ, который совпадает с нашим. Это у нас вариант B. Следующий, четвертый вопрос. Укажите неверное определение, обращаем внимание на слово неверное определение, опираясь на вышеуказанную, точнее данную указанную схему. Давайте разберемся со схемой. В первом явлении у нас есть два явления, то есть первое явление и второе явление, где мы видим частички, которые в итоге меняются. Например, в первом явлении у нас есть частица или молекула, которая состоит из одного синего элемента и двумя красными элементами, обведенными. Теперь смотрите, что здесь происходит. Эти же молекулы через некоторое время, то есть после первого явления, они собираются на дно этого стакана. Но мы видим то, что частицы никак не поменялись. Сколько, точнее, в какой структуре они были, такими же и остались. Строение внутри не поменялось, поменялось лишь внешнее. То есть они плавали как-то, и через некоторое время они собрались на дно этого стакана. Теперь второе явление, где мы видим два зеленых и два оранжевых частиц, то есть две разные молекулы, после второго явления соединяются и образуют вообще другую молекулу, где есть одно зеленое и две оранжевых элементов. То есть если при первом явлении состав или структура не меняется, во втором явлении мы видим полное изменение структуры. То есть, во-первых, меняется структура, еще и меняется внешняя. Почему? Потому что если здесь молекулы плавают, а здесь молекулы у нас расположены более ближе к дну. Теперь давайте рассмотрим определение. Например, вариант А. Во втором явлении меняется как состав, так и внешние данные. Что об этом мы убедились. То есть были оранжевые и зеленые частицы, которые превратились в такой микс. Получается, первое определение у нас верное. Второе. В первом явлении изменится только физическое состояние. То есть, как мы видели до этого, допустим, вот эти молекулы плавали, через некоторое время они собрались на дно. Возможно, то, что здесь была жидкость, а через некоторое время она затвердела, и молекулы перестали перемещаться. То есть здесь, допустим, вода превратилась в лед. Возможно, такое то, что говорит нам, что второе определение тоже является верным. Третье. Во всех явлениях образуются новые вещества. Здесь уже неправильно. Почему? Потому что, если мы сказали, что в первом явлении, что такое новое вещество вообще? Новое вещество, когда меняется состав. А у нас в первом явлении состав не меняется, меняется только структура. То есть, так сказать, оно было жидким, стало твердым. А не просто молекулы между собой собрались. А во втором явлении у нас меняется полностью состав. Это означает то, что второе явление, оно дает нам новое вещество. То есть, не во всех явлениях образуются новые вещества, что нам дает то, что у нас вариант С является неверным. И вариант Д, где говорится то, что в первом явлении состав остается неизменным, о чем мы и обсуждали. А во втором явлении состав меняется и образуется новое соединение. То есть, вариант Д также у нас верный, значит, мы отмечаем вариант С. И последний вопрос, где у нас дана также схема и спрашивают. Номера каких частиц должны поменяться местами, чтобы строение модели атома у нас было правильно упорядочено? То есть, у нас есть строение атома, и также мы вспоминаем пройденные темы, где мы должны определить, какие из этих частиц указаны неправильно. Давайте разберемся с первого, например, орбитали. Правильно, атом, он состоит из ядра и орбиталей. Теперь, что находится на этих орбитали? Орбитали — это те, которые расположены снаружи ядра, вот эти полоски. В принципе, можем вспомнить структуру нашей Земли. То есть, вот посерединке Солнца, и то есть, Солнцу кружат именно планеты, которые располагаются, каждая планета на своей орбитали. То же самое и в атоме. Дальше, второе — нейтрон. Нейтрон — это частицы, которые расположены в ядре. То есть, конечно же, стрелка у нас указывает вещества, которые расположены в ядре, розовые. Третье — электрон. Электроны — это частицы, которые перемещаются на орбиталях. То есть, они должны находиться снаружи вот этого ядра. А здесь у нас электроны расположены, то есть, указаны стрелками именно частицу, которая находится в ядре. А на самом деле электрон должен находиться вне этого ядра, то есть на орбиталях. Получается, третья частица, она у нас указана неправильно. И также протон, то есть протон, он должен находиться рядом с нейтроном, внутри ядра, а здесь он указан снаружи. Значит, указываем на то, что третьи, четвертые частицы они поменяли местами. Значит, мы должны поменять третью и четвертую частицу, чтобы определить правильный вариант модели атома. Субтитры подогнал «Симон»